Всех вас сердечно приветствую с великим праздником! Не только для Дивеевской обители, не только для Нижегородской земли, для всей Руси, для всего православного мира. Память святаго, преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского. Мы в таком множестве собираемся у его мощей, у мощей простого старца, который всю свою жизнь провел в монастырях, пустынях, который не выходил в свет, который не публиковал статей в газетах, который не вступал ни в какие диалоги и распри с внешним обществом, который никому никогда ничего не доказывал. И сегодня весь мир около него. И люди глубоко верующие, церковные, и те, кто только приближается к храму Божьему, кто только начинает чувствовать в сердце свою веру, и высокопоставленные люди, имеющие власть и деньги, и силу, и простые люди, в том числе и убогие, и нищие, инвалиды, люди образованные и совсем простые. Мы все здесь, потому что силу чувствуем, исходящую от этих дивных, нетленных останков святаго-преподобного Серафима. Нет на них тления, хотя, может быть, это слово и не в полной мере можно отнести к физическому состоянию этих останков, но нет тления, как некоего физического образа разложения, распада и небытия. Потому что душа преподобного Серафима была такой. Она стяжала в себе плоды Духа Святаго. Именно ведь об этих плодах мы и слышали сегодня дивные слова апостола Павла в его послании к Галатам. Плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Что означают эти слова? На таковых нет закона. Апостол Павел облорощался к христианам, многие из которых были еще иудеями, и которые жили под сенью ветхозаветного закона, и которые свое спасение связывали с исполнением норм этого закона. Апостол Павел говорит, что тот, кто имеет плод Духа, на таковых не распространяются нормы, нормы закона. Может быть, его слова имели узкое, ограниченное историческое значение, и их можно отнести только к тогдашним иудеям? Если бы было так, то они бы не были известны всему миру. Эти слова обращаются ко всем людям. нет закона над теми, кто живет по закону Духа. Закон предполагает ответственность. Нарушение закона предполагает суд. Суд предполагает в случае обнаружения вины наказания. А если над таковыми нет закона, то нет ни суда, ни наказания. Может быть, сказанное относится только к нашей земной жизни? Опять-таки, если бы было так, то не знал бы весь мир этих слов. Сказанное имеет отношение и к жизни вечной. Над таковых нету закона. Над таковыми не будет и суда. Божьего суда. И мы вспоминаем другое место из Священного Писания, где сказано, что над таковыми нет суда, но они прийдут от смерти к жизни и не будут судимы. Суд есть непременная и очень важная институция в человеческом обществе, деятельность которого направлена на установление справды, на обнаружение справедливости. А человек, который живет по закону Духа, он вне этой реальности. На него ничто не распространяется. Может быть, такой человек имеет какую-то особую защиту от Бога. Совсем нет? Не сказано об этом ничего? Просто такой человек никогда не приступит ни божественного закона, ни человеческого закона, потому что он живет по духу. «Если вы живете по духу, то духом и поступать должны», говорит апостол Павел. Это удивительные слова. Мы знаем, как много неправды в нашем мире, как много преступлений, страшных преступлений, как общество требует улучшить судебную систему, правоохранительную систему, принять более строгие законы, ужесточить то или другое в надежде, что улучшение всех этих государственных институтов и всех законов приведут людей к их исполнению, улучшат климат в обществе, сделают народ лучше. Это лишь только отчасти справедливо. Добрый человек, живущий по духу, в любви, в радости, в мире, в долготерпении, в благости, в кротости, такой человек не нарушает, никаких законов. Потому что ведь человеческие законы связаны с моралью, с нравственностью. Когда происходит разрыв между законом и нравственностью, тогда люди выступают против законов, как несправедливых, потому что чувство справедливости связано с нравственным чувством, который Бог заложил в природу людей. Именно поэтому можно не знать писанных законов, как не знают его абсолютное большинство добропорядочных и добрых людей. Но законы исполняются естеством законное творим, как говорит апостол Павел. И с другой стороны, что будет происходить, если мы свое внимание будем в первую очередь уделять вот этим человеческим механизмам совершенствования общественных отношений, но не будем обращать на самое главное, на душу людей. Законы будут нарушаться теми, кто их будет прекрасно знать. И род человеческий при всем знании законов будет погружаться в бездну греха и в бездну преступлений. И не надо удивляться, что кто-то, входя в переполненный кинотеатр, начинает открывать стрельбу, кто-то убивает своих новорожденных детей, а кто-то морит голодом и убивает своих родителей. И можно умножать и умножать эти страшные примеры, в том числе из жизни так называемых правовых обществ и государств. Когда разрушается нравственная основа бытия, то никакие законы не спасут. И с другой стороны, а хоть один закон знал преподобный Серафим, ни одного. Он, наверное, никогда в руках не держал свод законов Российской империи. Но к нему сам император приехал, склонив перед ним свою главу. Никому в голову не могло прийти, что это незнание законов может повлиять как-то на духовную, внутреннюю жизнь старца или на его отношение к людям. Преподобный Серафим являет нам дивный, яркий, неотразимый, несокрушимый, неопровергаемый пример того, как внутренняя духовная жизнь человека влияет на окружающий мир. «Будь мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». И при этом ты можешь не знать законов. «Живи по духу». Вот это послание апостола Павла, обращенное к нам сегодня в стенах этой дивеевской обители, должно помочь нам многое понять. А самое главное, что первично, а что вторично, что фундаментально, базисно, а что является второстепенным для нашей жизни. Фундаментом является состояние нашей души, нашего сознания, нашей воли, наших чувств. Если там светло, то вся жизнь светла. Если око твоего светло, то и внутренности твои светлые, если же там темнота, то каким бы благоустроенным не был внешний мир, мы разрушим его этой тьмой и нечистотой. При этом будем оправдывать себя, доказывать, что мы законы нарушаем и что мы еще что-то делаем во имя неких высших интересов. сформулируем эти интересы, найдем последователей, распространим свое мнение в блогах, в интернете, в газетах и что? И ничего. Добиваясь своих решений, своих личных задач или кланов и групповых, мы разрушаем наш мир, потому что мы разрушаем душу человека. И дай Бог нам всем это понять. Особенно сегодня этот призыв звучит актуально и сильно, потому что он исходит от гробницы святаго-преподобного Серафима Саровского, потому что он подкрепляется Словом Божиим яркими, убедительными и сильными словами апостола Павла и потому что он так соответствует тому, что сегодня происходит со всеми нами. Помолимся святому преподобному и богоносному отцу нашему Серафиму Саровскому чудотворцу, чтобы он предстоя пред лицом Божиим вознес молитву о всей исторической Руси, историческом Отечестве нашем, о державе российской, о Церкви нашей и о всех, кто стремится, желает и сознает важность устроения жизни человеческого духа по Божьему закону. Аминь. Я благодарю вас, ваше Высокопреосвященство сердечно за ваше поздравление и за ваш подарок и хотел бы благодарность за ваши труды преподнести вам эту святую панагию также и в память о нашей совместной молитве здесь в Свято-Троицкой Дивеевой обители. Матушка, для вас хотел бы преподнести образ Святой Троицы, образ единства в больших монастырях и в малых. Бывает непросто сохранять единство. Вы это знаете лучше, чем кто-либо другой. И если возникают искушения, соблазны, которые бросают вызов этому единству, подвергают его опасности, взирайте на образ Святой Троицы, являющий единство при сохранении каждого лица. Вот так и в монашеской обители единство не должно уничтожать и нивелировать личность каждого, кто здесь, но объединять всех в общей молитве, в общих трудах, в общей вере, в общем дерзновенном предстоянии Господу и его верному служителю, преподобному Серафиму. А вам лично, дорогая матушка, за ваши многотрудные труды, молитвы и долгое и достойнейшее управление обителю хотел бы вручить этот Святой Крест. Я имею также сегодня почетную обязанность огласить грамоту во внимание к помощи Русской Православной Церкви и в связи с 65-летием со дня рождения губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович Шансов награждается Орденом Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского первой степени Аксиос! Поздравляю вас дорогой Валерий Павлинович Благодарю вам Бог и Святой Преподобный Серафим в вашем служении отечества и премьер Серафима 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 Серафима